Вот. Как и обещал, значит, сюрприз. Сюрприз начался с чего? Мы как-то отдыхали в хорошей компании с ребятами-актерами Мхат и Мнигорького. Ну и что-то мы гитару там добавили, я как-то так вот взял, спел, вон он поможет, а спел как-то так, ну, спел эту песню. А потом один молодой парень взял гитару и сыграл достаточно сложную и стихотворную, и прежде всего по воспроизведению на этом замечательном инструменте, 6 трудных вещей, точнее, играть очень сложно. Я поделился этой технике исполнения, сказал, здорово исполнил, классно, а что-то я не слышал, а чья это песня? Этот парень говорит, моя. Я говорю, и стихи твои? Говорит, и стихи мои. Я просто обалдел, и в этот вечер я ничего не пел. Я просто слушал песни Стаса, а потом говорю, а почему ты не выступаешь? Он говорит, а у меня даже записи нет. Это мой еще больше удивился, потому что, когда мы сегодня отстраивали звук, Игорь, звукорежиссер, говорит, а это что, начинающий автор? Вот так смущенно как-то сказал. Это замечательные ребята, актеры МХАТ имени Горького. Они даже очень интересные, не буду называть это тенден, модным нынче словом, хотя ребята-супруги, они мне сегодня сказали название своего дуэта, я долго-долго смеялся, очень хорошо, очень позитивно, мило название. Называется «Проект системы Станиславского». Представляю вам моих друзей, Кристина Пробст и Стас Сергеев. Встречайте. Нас так объявили, а теперь стыдно. Здравствуйте. Первую песню мы споем, раз уж мы вышли, про женщину. Называется «Женщина» или «Женская сумочка». Ну, в общем, она посвящается всем женщинам. Пудра, помада, брови исправленные, тени румяна, зубы отбелены, лак для ногтей, жвачка, губка для обуви, туфли по цвету подобранных сумочки. Дней косметичка, прокладки, записочка, линтермотив, паникюрная пилочка, севший мобильный хранящий послание и месячной давности циника к дурочке. Модная книжица, чистые трусики, лак для волос, деревянные бусики, новенькие танцевальные тапочки и фотография циника в шапочке. И между пудрой, духами, салфетками, и обессостренными конфетками, между платочком, что душа испачкан, и дорогой сигаретной пачкой, черный блокнот, в нем цветок и стихи в рифму о цинике и о любви. И о любви, в рифму о цинике и о любви. Спасибо. Спасибо. Следующая песня называется «Весна». Хотя сегодня осень на дворе, и дождик капает, и уже как-то становится очень грустно. И мысли посещают уже о том, что скоро все-таки весна настанет. Как говорил мой дядя, когда мы маленькие. Сентяб, тяб, май. Ну, все, продолжу быстрее. Сентяб, тяб, май. Весна. Итак, песня «Весна». Я встану рано в воскресенье, в пол восьмого утра. Мой кот засядет у порога, мне петь пора-пора, помещав ему в который раз, что шею сперну. Пойду ловить весну. Пойду ловить весну. Эй, где ты там, милая моя? Во мне кипит весенняя струя. Пускай сегодня даже ночью домой я не приду, но я тебя найду. Я тебя найду. И вот я вышел за порог, а там такая красота. Я с незнакомой стороны узнал знакомый листок. От любопытства сам себе, наверное, шею спину. М-м-м-м. Иду ловлю весну. М-м-м. Иду ловлю весну. Эй, где ты там, милая моя? Во мне кипит весенняя струя. Пускай сегодня даже ночью Домой я не приду, Но я тебя найду. Я тебя найду. Прещу я правый глаз, задам я солнцу сложный вопрос. Зачем ты, солнышко, лучом мне постоянно левишь в нос? От ответа так и не дождавшись, Я громко чихну. А-а-а! Я тебя найду. Тебя я встречу на Дворцовый, А быть может, на Синой. И ты, конечно, согласишься В этот вечер быть со мной. Погаснет свет в твоей квартире, И я тихо шепну. М-м-м. Пойдем ловить весну. Пойдем ловить весну. Пойдем ловить весну. Эй, где ты летал? Милая моя, во мне кипит весенняя струя. Пусть я сегодня даже мощью На море я не бежу. Но я тебя нашел. Я тебя нашел. Спасибо. Ну, я немножко поднял настроение. А теперь немножко придется улыбиться В достаточно серьезную тему. Мы с Кристиной очень любим одного поэта. Безумно любим. Ну, не одного, но это... Всего, да. Не одного, конечно. И имя этого поэта Иосиф Александрович Бродский. И в какой-то момент родилась у нас песня. Это даже не посвящение. Это письмо, которое я написал Великому поэту. Поэтому строго не судите. Ну, я сейчас попробую с ним поговорить. Осмелись обратиться лично к вам, Иосиф Александрович, поскольку Я не забрав ни на одну бемольку Имею тягу к зарифмованным словам. Простите мне мой слух, Который в сути Своей стремится повторить. Отчасти ваш Пишу от счастья и ломаю карандаш, Не смея верить этой радостной минуте. Который, видимо, я слишком долго шел. Мне двадцать пять, две тысячи десятый Явился тихо и повис распятый Календарем на стенке. Хорошо. Я прочитал не так уж много книг, Что мне совсем не делает великой чести. Но сколько все же предстоит еще прочести, Занести отметкой в свой дневник. Не знаю, хватит ли страниц, не хватит, нет. Мой примитивный образ вам наскучил, Но я его искал и долго мучил Себя, чтоб только получить от вас ответ. Настоль вонующий меня вопрос, смогу ли Я вообще претендовать хотя бы на Глоток того же самого вина, Что некогда с лихвою выхлебнули. Прошу вас, дочитайте до конца, Клянусь, я так вообще пишу впервые, Но этому причиной только вы и Только ваше выражение лица. На сборнике с названием «Назидание», Стихи, которые еще лет пять назад Во мне звучали вовсе не в комбат, Теперь мое домашнее задание. Мой самый главный поэтический урок И если вы, конечно же, не против, Я каждый вечер усили с ним напротив Благодарить вас буду между строк. Еще одна песня, поскольку наш дуэт состоялся в Петербурге, в общем-то, Мы учились с моей нынешней супругой, Замечательной любимой в Петербурге, И работаем сейчас в одном театре волею судеб, Но в Москве. Но Петербург никогда не забываем, И поэтому эта песня посвящается Нашему любимому, моему родному городу, Санкт-Петербург. Снова я у турникета очутился без билетов в ноль часов и двадцать пять минут. Надо прыгать контролершер вместе с милиционером, Все равно за мной не побегут, Словно римский гладиатор, Адалеты, эскалаторы, Нырнул знакомый переход. Вот уже я краем глаза вижу поезд, Слышу голос по трансляции и передает. Осторожно, двери закрываются, И последний поезд на своем стекле Вносит отражение моего лица. Осторожно, двери закрываются, И моя надежда растворяется в тоннеле без начала и конца. Вновь проклятый эскалатор тащит вверх, Меня куда-то из метро вышвыривает прочь. Что ж, придется прогуляться и узнать, Какая ж нынче в Петербурге ласковая ночь. Я шагаю по граниту, по большим усталым плитам И по отражениям фонарей. Все прекрасно, потому что на своем пути Встречу я автоматических дверей. Осторожно, двери закрываются, Тихо шутят надо мною молчали бы Такие стены зимнего дворца. Осторожно, двери закрываются, За меня переживает только небо Петербурга Без начала и конца. Мост дворцовый пробуждается, От оков освобождается, Начинает медленно зевать. Улучив момент удобный, Не замечен ли старца баржа, Начинает проплывать. Машет им рукой победность, И не стала всяких неной, Как-никак сбылась его мечта. Но я шагаю дальше, Впереди саги дремлет, Господи, какая красота! Осторожно, двери закрываются, Если б я домой уехал, То на стол на центах верно Был бы кем-то вроде подлеца. Осторожно, двери закрываются, Я не знал бы, как прекрасен Петербург Непосривый без начала и конца. Снова я у турникета, Очутился без билетов, Пять часов и двадцать пять минут. Я беду железный вскрикнул, Обращаясь к контролёрам, Думая, что те его поймут, Но куда им утром раним, Все они стоят на грани Между сном, простым и вечным сном. Я же сидя в электричке, Жду с великим нетерпеньем Предуведомления об одном. Осторожно, двери закрываются, Первый поезд проносит, Но уже со мной вместе Отражение моего леса. Осторожно, двери закрываются, И моя улыбка растворяется В тоннеле без начала и конца. Осторожно, двери закрываются, Следующая станция, Невский проспект. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Замечательный проход. Спасибо Алексею и Федерации. Ну, если Алексей готов, мы можем еще... Мы можем покинуть. Да. Мы можем еще одну песенку спеть, если вы не против. Если вы к этому готовы, конечно. Ну все, вот окон. Мы за сцену. Это исполняется, можно сказать, впервые, потому что... Да, это одна из последних наших песен. Ну, последняя, как бы, не любят говорить. Свеже написано, так сказать. Ну вот, нам уже указано. Если лопнет стальная струна, если голос немного спальшивит, Никогда не войдет тишина в наши светлые окна. Такие большие, даже если сверкая гроза Загрохочет по скверам и крышам. Закрывая в надежде глаза, мы с тобою друг друга, друг друга услышим. Там-да-ри-дарри-дарри-дарри-дам... Если холод проникнет в наш дом Через вечно открытые двери Никогда не подёрнется льдом То, во что мы с тобою так искренне верим Даже если за древностью лет Лопнут в городе все батареи Отключат телефоны и свет Мы с тобою друг друга согреем Там-дари-дари-дари 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 Та-дам-дарам Та-дам-дарам Та-дари-дам-дари-дари-дам Та-дари-дари-дам 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 Та-дам-дарам Та-дам-дарам Если всё-таки нам суждено Скать легендами мы будем вместе Никогда не отправят на дно Наш кораблик бедитство Обманы и лести Даже если планете Земля Пой счастливится Встретиться с ними Неземные Начав всё с гуля Мы с тобою друг друга Друг друга обнимем Там-дари-дари-дари 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 Та-дам-дарам 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 Там-дари-дари-дари Там-дари-дари-дари-дари Дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Дам-дам-дам-дам-дам-дам. Дам-дам-дам-дам-дам-дам. Я обычно никогда не ошибался Я когда первый раз в 1994 году увидел первый фильм, в котором снялся Сергей Витальевич Безруков Нактёр для барабана с мотоциклом Я своей тогдашней жене сказал, что этот парень будет самым популярным актёром в России Он сказал, да ладно, чего я А я вот прочувствовал там Когда первый раз прокрутили по радио группу «Сплин» Я сказал, вот эти, это будет ведущая рок-группа И «Моми Тролли» я тоже угадал Жалко, ни с первым, ни с вторым, ни с третьим Я не познакомился Но я угадал Думаю, вас тоже Давайте сейчас Записки Записка пришла очень интересная Сполн номер 20 Где слон номер 20? Отлично 20, слон номер 20 А моего папы сегодня день рождения Девящая дочь и сын и жена Поздравляю Жена спутника жизни Поздравляю Поздравляю Что-нибудь про туризм На французском, да, теперь? Кого? Кого? Поздравляю А у Ливана, и зу Ливана, и зу Это что-нибудь такое? Давайте я вам песню спою Владимир Ландсберг Его, к сожалению, нет в живых уже, но ее очень здорово пели в конярском лагере. В конярском штабе называется она «Парапет». Пора в дорогу, старина, подъем в рапет. Ведь ты же сам мечтал услышать, старина. Как на заре стучатся волны в парапет. И чуть звенит ваш, так как первая струна. Дожди размоют отпечатки наших кет. Загородит дорогу горная стена. Но мы дойдем, и грянут волны в парапет. И зазвенит ваш так, как первая струна. Послушай, парень, ты берешь ненужный груз. Ты слишком долго с ней прощался у дверей. Чужими делает людей слепая грусть. И повернуть обратно хочется скорее. Пойми, старик, ты безразличен ей давно. Пойми, старик, она прощалась не с тобой. Пойми, старик, ей абсолютно все равно, Что шум приемника, что утренний прибой. Пойми, старик, ты безразличен ей давно. Пойми, старик, она прощалась не с тобой. Пойми, старик, ей абсолютно все равно, Что шум приемника, что утренний прибой. А если трудно разом все перечеркнуть, Давай разделим пополам твою печаль. И я когда-то первый раз спускался в пус, И все прощался, и не мог сказать прощай. Ну что ж, пора уже кончается рассвет, Ведь ты же сам мечтал услышать, старина. Как на заре стучатся волны в парабет, И чуть звенит бакштаб, как первая струна. Ну что ж, пора уже кончается рассвет, Ведь ты же сам мечтал услышать, старина. Как на заре стучатся волны в парабет, И чуть звенит бакштаб, как первая струна. Аплодисменты Кстати, у меня там сейчас третья песня в этом моменте, В втором блоке, и еще одна песня про туризм. Да и поздравлять нельзя, вы поймете почему. А вот, кстати, тоже можно сказать про туризм. Песня, да, это такой, но особый туризм. Это вообще написано для сериала «Вторые» эта песня. Там про заключенных, ангар которых разбомбил, И они после всех перипетий присоединились к нашей изрядно потрепанной разведгруппе. Взывается «Дорогая». В черном небе месяц весел, Грусть-тоску мою повесил. Не допета столько песен, Жаль, что времени в обрез. Завел лапида кручина, Ты начальник, не учи нас. Коль есть на то причина, Твой казенный интерес. Завел лапида кручина, Ты начальник, не учи нас. Коль есть на то причина, Твой казенный интерес. А свобода душу грей, Подождет под костюм мне. Ты никого не пожалеет, Ветва в воле не видать. Эх, дорога ты дорога, От решетки до порога. А мы еще чуток убога Отпросились погулять. Эх, дорога ты дорога, От решетки до порога. Да видно, поздно мы убога Отпросились погулять. А дорога неплохая, Примеком без вертухая. Придет тропа лихая, Из огня до вполымя. Эх, братишки, не дотроги, Если целые руки-ноги, Вы еще по твоей дороге Походите за меня. Эх, дорога ты дорога. Так как тут все-таки присутствуют представители Московского авиационного института... Ох, мы тут хорошо в субботу погуляем, да? У нас каждую первую субботу октября ежедневно... Ежегодная встреча у выпускников кафедры аэродинамики Московского авиационного института. В свое время, будучи на втором курсе, Я написал такую песню, которая оказалась пророческой. Не только в плане той сессии, которую я сдавал, А в плане, вот, был у нас такой... Вернее, он есть, Василий Берладир. Он такой, ну, как, не скажу там, Ну, как нас называют, ботаники, да? Он постоянно учился. Действительно, он делал это очень честно и на совесть. Ну, а я так и не стал специалистом. Это было ясно еще с первого моего дня прихода в институт. Там просто было очень весело. И вот о чем поется, то и произошло в итоге. Потом, через три года, при защите диплома, Я почему-то получил пять, а Вася, он старался, старался, и получил четыре. Мне за него очень обидно, кстати, было искать. Ну, песня шуточная, веселая, значит, называется она студенческой сессионной. Опять этот месяц, плач и смейся, Зовется он сессией, братцы, И ночь перед сдачей ответственней брачной. И сам Бог нам велел постараться, А у меня, дружок-ботаник, просто смех. И из-под очков глядит на всех словеще, Он сам будет формулы, он знает больше всех, Он без нитона ровно, я без женщин. Он сам будет формулы, он знает больше всех, Он без нитона, сломан, сломан, я без женщин. Он ночью скучает, он спекты читает, Сфорьезно считает, поварный момент. А мы с другом ловкой, сгоняли за водкой, Сто грамм и профессор, пол-литра, да, цель. А он, он знает формулу лабласа, А у него не голова, а циклопендрический словарь. А у меня зачетка с наглым фасом, С фотографией глядит хмельная тварь. А у меня зачетка с наглым фасом, С фотографией глядит хмельная тварь. Сегодня экзамен уже со слезами, Пидая ногами в казенную дверь. Выходят студенты, почти импотенты, Еще бы, попробуй теперь. А у него мозги не циклятся, отлично. А у меня в башке бардак, в душе обвал. И тем вчера сидел за теоремами привычно, А я в очередной раз перебрал. Но бог любит смелых, судьба захотела Устроить студентам скандал. Ведь я, так и сяк, натянул на трояк. А он извинить не стал, И вот теперь он снова учит интегралы. И его стезя, хочу быть всех умней, Ну что ж, давай, давай, читай, Учись все лекции сначала, А я пошел с Володькой пить портфель. Ну что ж, давай, давай, читай, Учись все лекции сначала, А я пошел с Володькой пить портфель. Аплодисменты Гениальный фотограф, конечно Видимо, что он сразу, посмотрев права, Горечник сразу в трубку заставлял дышать Просто как-то Фотография глядит в милые твари За гран-паспорт всем говорят Фотографируйте Не, у меня что-то злая фотография Получилась на загране Может, поздравить, я сегодня обновил за гран-паспорт Ура! Короче, это самое Злое лицо Я просто фотографировался в день Когда локомотив разбился Не будем о русском Следующая песня как раз туристическая Она не туристическая Это песня такая КСПшная Две песни про бардов спою Про бардов, про рок-бардов Значит, первое Это посвящение КСП Называется Лыжница Эпиграф из Висбра Висбор не КСПшник Висбор это идеальный проект Я очень люблю Но в тему пришли С первой строчки Песни Юрия Иосифовича Лыжи у печки стоят Гаснет закат за горой Месяц кончается март Написать мне что-то не пишется Скажем правда Кончается март Одинокая серая лыжница Деревяшкой скребет об асфальт Одинокая серая лыжница Деревяшкой скребет об асфальт Рассветлела бетонная горинка Ох, дерьма вы мои, дерьма И завидев веселого дворника Убегает в припрыжку зима И завидев веселого дворника Убегает в припрыжку зима Прописав ей метелочкой и жицу Дворник радостно крикнет «Худбай!» Одинокая серая лыжница Знаешь, центр Москвы не там бай Одинокая серая лыжница Это центр Москвы не там бай Из прогулки придешь, лыжи сынутся Нет печи, так засунь их в стояк Одинокая серая лыжница А пусть пока они там постоят Одинокая серая лыжница До зимы они там постоят Чай поставь, не включай телевизора Закури, и пока до темна Будешь слушать кассеточку Визьбора На Донбайе начнется война Это мрачный конец нашей песни Я ее написал в 2000 году А война вот в прошлом году началась Не на Донбай, а через Через этот хребет Бродил в Балкане Печально, кстати, потому что я Четыре года подряд ездил Пел песни альпинистам Вот в прошлом году мы с Сережей Кузнецовым Выступили на приюте 11 Даже на высоте 4200 метров Это же кошмар И все половины той группы Которая должна была восходить Они пришли на концерт А остальные отдыхали Вот из этих людей, которые пришли на концерт Зашли все А из тех, кто отдыхали, все вернее зашли Кстати, вот задумайтесь Вторая песня про коллективные фестивали Тусорки называется «Песня про общение» Совсем новая Что ж ты, мой дружок, перед сценой Становясь банальнейшим зрителем И молчишь, набивая цену И всюду ищешь врагов и вредителей Пусть совет дают, тем не менее То скандалишь, то просишь прощения А дело здесь не выбирать умений А в общении, парень, в общении Если ты общаешься правильно Если ты общаешься грамотно За тебя будут пить до утра вино И похвальною выпишут грамоту И оценят твое стремление Поведением проставить галочку И совет дадут, тем не менее Ты чё, пообщайся? Мало ли чё? Не разменивай, брат, на мелочи Свою жизнь пусть сложится на души Не задумывайся, ты зачем вообще? Помни, брат, для кого? А вот и ладушки Но когда на сцену взлетишь, как моль И вспохнёшь над толпой огорошенной Ты оставь хоть аккорд, хоть какой бемоль Для таких же гостей непрошенных Мы поймём, хоть и что в том хорошего Пазмы душ, позитив не стелется Люди хлопают, кровь сбив ладоши Но и ползхавает, не застрелится До утра будут пить за тебя вино Назовут, может быть, даже гением Ведь суть совсем не в том, что поёшь А в общении, парень, в общении Ведь суть совсем не в том, что поёшь А в общении Стас Кристин Я спят твоими в украине Захлебнулся двоими дождями Я летел сюда вместе с ветром А по колёсам скучали километры Я тебя потрогал руками У тебя ни сердца, ни И послал всё в беденый маме Я, я Питер Ты вытер ноги от меня и не светил Питер И пламя моего огня ты не заметил Не считай меня за придурка Может мне немного и надо Ты вставал в заре Петербурга А ушёл в закат Ленинграда Твои серые сонные лица Заглянуть и бежать и напиться Ты не скрыл ни северной птицы вниз Вниз, Питер Ты вытер ноги от меня и мне не светил Питер И пламя моего огня ты не заметил А если стану свистой Голливуда Или творникам в центре Парижа Я тебя никогда не забуду Я тебя в упор не увижу На Москву отправляется скорый По первому проносится скорый Барты, бабки, политики, воры Питер, бабки, политики, воры И пламя моего огня ты не заметил Питер Ты вытер ноги от меня и мне не светил Питер И пламя моего огня ты не заметил Питер 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 В Says ev Андрей подходил, замечательная история произошла, я тут по Питеру первый раз один гулял, гулял я 5 часов, думал прогуляю часов 7 Я очень часто был в этом городе, дочка там родилась, но первый раз один гулял, я же гуляю и гуляю, в итоге от стрелки Васильевского острова, там большой землемост такой идет И вот в конце этого моста мы с Андреем встретились, в этот замечательный день, Андрюшу был один день в командировке, представляете, 4,5 миллиона или сколько там в Питере было И два человека из Москвы не знают друг о друге, в общем, один я не гулял, поезд идет до Казани, ой, это вы пошутили что ли? Поезд идет до Казани, это же внимание, я песню Вы знаете, я недавно был в музее Высоцкого и видел замечательную записку, которую Владимиру Семеновичу прислал кто-то Его попросили спеть, спойте, пожалуйста, свою песню «Город, туманные горы», это же песня Юрия Алексеевича Кукина Вот я что-то здесь, очки, тапочки, о господи Перекресток, Едва-Магадан, ой, это кто-то пошутил Едва-Магадан, это вот стелка, да, которую Я буду ждать тебя там, не дай бог Песня посвящена Сашкарку, он будет ждать тебя там Их раз, еще раз, и при волосах он стоит Болчево-Каритный, Та Высоцкого Что-нибудь откопаю Знаете, как на записке? Здесь опять снега нет, жесткая песня, не знаю, хотите спою Переделка людей тут по свету Хорошо? У меня песни про лыжи и фигров Стою на асфальте, я в лыжи обутый То ли лыжи не едут, то ли я не едутый То ли я их чеканутый Давайте переделку людей, люди идут по свету Хорошо? Это стихи Сидорова, музыка Розащина Борисова Известная песня «Люди идут по свету» Вот я уже цитирую, да? Я переделку написал в 96-м году Посвящение Грушинскому фестивалю Люди идут по свету Их перестрелять бы надо Была бы покрепче пуля Да был бы надежен затвор Короткий у них разговор Короткий у них разговор Люди идут по свету Их всех пора перевешать Была бы прочная веревка Да был бы высок табурет Гражу пулаком и седую Говорят жюри, поредевшие Призы получает какой-нибудь там Вовка Для Лёхи награды нет Люди идут по свету Ага, хрен дойдут у меня, блин Я опытный бард Камикадзе Гитарь тратил, прикручу Авторской песни нету Её на попсу променяли Струны рванул И сразу посмертно диплом получил Важно приходила записка Посвящение Александру Карпову спеть Но давайте я сначала тогда Сашеву песню спою Кстати, мы здесь почти победили Эту ситуацию Могу сейчас вот на той неделе Устанавливать наконец-то памятник На могиле Александра Некого поэта Музыканта Рок-барда Александра Сергеевича Карпова Который погиб При струнной мюзикл Норд-Ост Я спою им веселу Сашкину песню Которая называется Рэпер-поппер-рок-н-ролл Он однажды смотрел Программа А Такая была, помните, да? Про А-а-а-а Вот эта вот Программа А И там Они разных направлений В основном русский рок пускали Но пришла однажды Рэперская команда И сказала, что наша миссия На этой земле Спасти этот мир от рок-н-ролла И Сашка от их лица Написал песню Каждый раз, когда я из дома Я иду, как на парад Своих ботинках до колен Без волки козырьком назад Когда я ем хот-дог И побиваю кока-колу Они мне движутся навстречу С джигулевским в руках В эти волосы до плеч Они внушают мне страх О, мама, мама Спаси меня от рок-н-ролла Мама, зачем даны нам эти муки Мама, нас так терзают эти звуки Мама, спаси меня от рок-н-ролла Мама Их рыб, но грязные и старые Как милицейские носки Они насущные проблемами Ковзят нам мозги Как будто мы без них Уже обойтись не можем А наши песни так просты Их спеть сумеет любой В них нету ни единой мысли Нету ноты ни одной Чтоб было проще жить Как потенциальной молодежи Мама, я так свой хлеб Хочу спокойно кушать Мама, я так свой рэп Хочу спокойно слушать Мама, спаси меня от рок-н-ролла Мама, ну пусть ты вещи дани Ведь приближаются дни Когда нам будут лицензию Охоты на них И я возьму свой ган И больше не поддамся страху Пускай пиняют на себя Ведь мы могли бы быть друзья Мы столько раз им обещали Парни, делай, как я Мы столько раз им повторяли Парни, делай, как я И будет все ништяк А нам в ответ идите С Богом Мама, ну неужели я прошу так много Мама, тебе взываю ради Бога Мама, спаси меня от рок-н-ролла Мама Мама, я так свой хлеб Хочу спокойно кушать Мама, я так свой рэп Хочу спокойно слушать Мама, спаси меня от рок-н-ролла Мама Он будет ждать тебя там Он будет петь о тебе За этой осенью вечности Вопросом быть или нет По уходящим следам Смерти и горьких побед Петляет жизнь бесконечна Собакой ищущей след Он будет ждать тебя там Он будет ждать тебя там Он будет ждать тебя там Все, что останется с ним Прольется в землю водой Вернется в сердце любовью А на бумагу строкой Его душа пили грим На остров раненый свой Порвется птица Бестонная, бескровная А прящет мир и покой Все, что останется с ним Все, что останется с ним Все, что останется с ним Он будет рядом с тобой И сколько-то лет не прошло Он станет новою песней За ней пойдешь по пятам Теперь не заревый такой Несущий свет и тепло Не торопись, ordenlands Он будет ждать тебя там Он будет ждать тебя там Он будет рядом с тобой Он будет рядом с тобой Он будет ждать тебя там Он будет ждать тебя там Все, что останется с ним Все будет рядом с тобой Он будет ждать тебя там Он будет ждать тебя там На границе с Турцией или с Пакистаном Полоса нейтральная, справа где пусты Наш пограничники с нашим капитаном А на левой стороне их посты А на нейтральной полосе цветы Необычайной красоты Капитанова невеста жить решила вместе Прикатила, говорит, милый, то да сё Ну надо ж хоть букет цветов подарить невесте Что за свадьба без цветов, пьянка, да и всё А на нейтральной полосе цветы Необычайной красоты А к ихнему начальнику точно по повестке Тоже баба прикатила, налетела балаш И тоже милый, говорит, только по-турецки Будет свадьба, говорит, свадьба и шабаша На нейтральной полосе цветы Необычайной красоты Наш пограничники, а храбрые ребята Трое вызвали сети и с ними капитан Да разве ж знать они могли про то, что азиаты Порешили в ту же ночь дарить по цветам Ведь на нейтральной полосе цветы необычайной красоты Пьян от запаха цветов капитан и мертвецки Но и ихний капитан тоже в доступ пьян И повалился он в цветы, лохнув по-турецки И по-русски крикнул, что трухнул капитан На нейтральной полосе цветы необычайной красоты Спит капитан, и ему сниться Что открыли границу, как ворота в Кремле Ему и нафиг не нужна была чужая заграница Он пройтись захотел в ничейной земле Почему ж нельзя, ведь земля ничья Ведь она нейтральная На нейтральной полосе цветы необычайной красоты Я вышел ростом и лицом Спасибо матери с отцом С людьми в ладу не понукал, не помыхал Спины не гнул, примыкал И ус не дул и жил, как живой голове своей Руками помогал Но был донос и был навед Кругом пятьсот и наших нет Был кабинет с табличкой Время уважай Там прямо без следя Там штемпель ставят, ну да Вадут в конверт и отправляют замажай Потом за счет, потом домой Семью годами за спиной Бесят года на мне не бросить, не продать Но на начальника попал Который бойковер попал И забрал машины, стал перегонять Дорога, а в дороге масс, который по уши и пуляс Кабинет манопарник в третий час молчит Хоть бы кричал, аж зубу берет Назад пятьсот, пятьсот, вперед А он зубами, да нет, сам или нет, стучит Мы оба знали про маршрут Что этот масс на строй Как штука наше дело Сел, поехал Ночь, полночь, ну надо ж так Под Новый год Назад пятьсот, пятьсот, вперед Сигналим зря, пургак и некому помочь Да лучше мотор, он говорит Пусть этот масс огнем горит Мол, видишь, сам тут больше нечего ловить Мол, видишь, сам кругом пятьсот И к ночи точно занесет Так заровняет, что не надо хранить Я отвечаю, не конючий А он захаричный за ключ И волком смотрит, он вообще бывает крут А что ему, кругом пятьсот И кто кого переживет, тот и докажет Кто был прав, когда припрут Он был мне больше, чем родня Он ел с ладони у меня А тут глядит в глаза и холод на спине И понял я, кругом пятьсот И кто там после разберет, что он забыл Кто я ему и кто он мне И он ушел куда-то вбок И отпустил, а сам прилет Мне снился сон про наш веселый наворот Что будто вновь кругом пятьсот Ищу я выход из ворот Но нет его, есть только вход И кто не тот Конец простой, пришел тягач И там был трос, и там был врач И Марс попал куда положено ему И он пришел, присется весь А там опять далекий рейс Я зла не помню, я опять его возьму И он пришел, присется весь А там опять далекий рейс Я зла не помню, я опять его возьму Я знаю, хирурги есть в зале, да? Хирурги, врачи есть в зале? Есть! Вот есть, отлично Отличная песня Всякие тут не ходят Значит, достаточно редкая песня Владимира Семеновича Он, по-моему, на концертах ее всего два раза исполнил Но про врачей У него такая тревогия была Ошибка вышла, никакой ошибки И истории болезни Вот это про врачей, вторая часть На стене висели в ранах Бородотые мужчины Все в очечках, на цепочках По-научному в пенсне Все они открыли что-то Все придумали вакцины Так что, если я не умер Это все по их вине Доктор молвил, вы болены И меня заголодило И огромное светило Улыбнулось со стены Здесь не камера, палата Здесь не нараском я Непоследственные ребята А исследуемые я И хотя во мне недуге Мне не страшно почему-то Подпишу, давай, не глядя Медицинский протокол Мне известен склифосовский Основатель института Мне знаком товарищ Боткин Он жил духу и запрел В положении моем Лишь чудак права качает Доктор, если осерчает Так упрячет желтый он Все зависит в доме он От тебя, от самого Хочешь, можешь стать буденым Хочешь лошадью его У меня мозги за разум Не заходят, верьте слову Задаю вопрос с намеком То есть лезу на скандал Если в Кащенко, к примеру Лег лечиться в пирогову В пирогов бы без причины Резать Кащенко не стал Ну и врач не выгомшит Он хитер и осторожен Да вы правы, но возможен Ход обратный, говорит Вон палата на пить коек Вот профессор входит в дверь Тычет пальцем параноик И пойти его проверить Хорошо, что вас светилы Всех повесили на стенку И я за вами дорогие Как за каменной стеной На Вишневского надеюсь Упала и на бурденку Объяснят, что не душевно А духовно я больной Рот мой крепок, весь в меня Правда, прадед был незрячий Шурин мой белогорячий Но ведь Шурин не родняк Доктор, мы здесь глазу на глаз Отвечай же мне, будь скор Или будет мне диагноз Или будет приговор И врачи, и санитары И светилы все смутились Законное светило Закатилось за спиной И от щечки на цепочке Будто влагой помутились У отца желтухи щечки Друг покрылись белизной Им нависло острие В страхе съежилась бумага Доктор действовал на благо Вот жалко, благо не мое Но не лист, перо, стальное Грусть пронзила, как стилет Мой диагноз — паранойя Это значит барлет Это значит барлет Это значит барлет Кто высмотрел плод Что не спел, не спел Потрусили за ствол Он упал, упал Вот вам песня о том Кто не спел, не спел И что полосы имел Не узнал, не узнал Может были судьбой Не воды, не воды И со случаем плохи дела Дела А тукая струна на воды На воды С незаметным сияном легла Он начал робко С ноты до Но не допил ее ни до Не дозвучал его Аккорд Аккорд И никого не вдохновил Собака лаяла А кот Мышей ловил Смешно Не правда ли Смешно Смешно А он спешил Не доспешил Осталось Недорешено Все то Что он Недорешил Он пока лишь Затеял Спор Спор Неуверенно И не спеша Не спеша Словно Капельки пота И спор И спор Из-под кожи Сочилась Душа Душа Только начал дуэль На ковре Еле едва Приступил Лишь чуть-чуть Осмотрелся в игре И судья Еще счет Не открыл Он знать Хотел Все От и до Но не добрался Он Не до Не до догадки Не до Дна До дна Не докопался До грубин И ту Которая Не до Недолюбил 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 Смешно Не правда ли Смешно Смешно А он Шутил Не до Шутил Не до Распробовал Вино И даже Не до Прикупил Ни иную Мыслью Ни лугу Ни лугу Он был Чистого Слого Слуга Он писал Ей стихи На снегу К сожалению Дают Снега Снега Но тогда Еще был Снегопад Снегопад Ни свобода Писать На снегу И большие Снежинки Град Он Губами Подал На Мегу Но К ней В серебряном Бандок Он Не добрался И не до Не добежал Игун Иглец Иглец Не долетел Не долетел Не доскакал А звездный знак Его телец Холодный Млечный Путь Смешно Смешно Не правда ли Смешно Смешно Когда секунд Не достает Недостающее Свино И не долет И не долет И не долет И не долет Смешно Не правда ли Ну вот Иглец Иглец Смешно И даже Мне Гоня Наскаку Лет Почти Велик Почти Велик Селез Глазу Женый Бар Он На Амплент Как Восмутные Волости Ох Лютой Злой Губернии Вы Подали Молодцу Все Шипы Да Терни Он Обиды Зачерпнул Зачерпнул Полные Три Коржки Ну а Горят Что Хлебну Не Бывает Корше И А траву Хоть Зареется Но Благо Денег Не Берут Не Берут Сколь Веревочка Не Эйса Все Равно Совьешься Вгну Все Равно Совьешься Вгну Конь Не Удачника Умер Скотонкою Жизнь Текет Меж пальчиков Паутинкой Тонкою А Которых Повело Повлекло По Легкой Дороги Тех Не Травец Волокло Древиком Во Строги Тут На Милость Не Надейся Стиснуть Зубы Да Терпеть Сколь Веревочка Не Веса Все Равно Совьешься Плеть Все Равно Совьешься Плеть Лихая Сторона Сколь В Тебе Не Рызкою Лобным Местом Ты Красна Две Легкой Склискою А Повешенным Сам Дьявол Сатана В Голой Пятке Лежит Эх Досада В матче Сна Не Пожить Не Выжить Ты Ни Ной Не Плачь Осмейся Слез Да Нынче Не Простят Не Простят Не Простят Ночью Думаем Утром Плотники Не Мешкают Не Успеть Со Утреней Больно Рано Вешают А Ты Об этом Не Жалей Что Тебе Отсрочка А На Веревочке Твоей Нет Не Узелочка Лучше Ляг Да Погреется Я Мол Казники Просплю Сколь Веревочка Не Веется Особьешься Ты В петлю Особьешься Ты В петлю Гол Ну Там были Во первых не мои песни Ну, на том концерт получилось, что они все были как-то в тему записок, которые присылали. Хорошо, хорошо, я другой хотел спеть. Ну, хорошо. — Леша, опамятный голос. — А? Я иду в атлетике. — Давайте, да. Если ж помни, ну вот исчезла дрожь в руках теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх навек, навек. Для остановки нет причины. Иду скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой. Среди невзятых рубежей один со мной. А именно тех, кто здесь лег. Снега таят среди нехоженных дорог одна моя. Здесь с голубым сиянием льдов близко на блиц. И тайну чьих-нибудь следов хранит, хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов. И святой верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок мне не забыть. Как здесь сомнений я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода. Удачь всегда день. Какой был день тогда? Когда? Среда. Среда. Аплодисменты. Аплодисменты. Хотите, я вам не знаю. Знаете, зачем? Сейчас уже к концу подходит концерт. Ну, как раз нормально. Без пробок вы видите, да. Увольт так затянулся. Знаете, зачем я просил записку писать? Это антураж. Что у народ-то есть интерес, а на самом деле я ничего из этих не пою. Потому что можно с места? Нет, пишите записки. А так приятно записки получать. На самом деле, вот, Вот ни одна девушка из-за границы написала, и я открытку получил. И я понял, что это чуть ли не первое за 10 лет то, что я действительно отправленное по почте обнаружил в своем почтовом ящике радостное. Потому что было все это самое, заплати, 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 а потом еще какие-то там из суда, не дай бог, и так далее. Вы заметили, что с развитием электронной почты почтовые ящики стали очень мрачные, да? Если там что-то приходит, там какое-то заказное письмо, значит, добра не жди, да? Для винов и па-да-кадо, да? В жизни я делаю подарков, вот, так что записки, это всегда приятно, дорогие товарищи. Посвящение он с воском, я попробую вспомнить, Лёша, сейчас. Я уйду в это лето с приходом рассвета, не услышав последнего боя часов. Все, теперь я на бою. А друзья в скромном горле выпьют дверь, поломав ненавистый засов. Станут милые братцы по квартире летаться, и рубаху рванут на остывшей груди. Побегут за врачами, что вчера откачали, в угол страшно кричать, чтобы не выходил. Я уйду в это лето, пусть наложено лето, на возможность дожить, долюбить и допеть. Пусть на шею прочих, поводки все короче, но в стране этой нету запрета на смерть. Я уйду в это лето не дурной приметой, а прощением тем, кто вчера царил в лоб. Эта женщина тоже простить меня сможет, разрыдается, бросит цветы мне на гроб. Я уйду в это лето, и восьмым чудом света к вам вернусь, нестерпимую болью дубой. Это лето задушит в жаре молодушья, и по площади хлынет с торгящей толпой. Я уйду в это лето, пролечу, как комета, и взорвусь, превратившись в рассветный туман. Я уйду в это лето, и осколки поэта разлетятся в кассеты по вашим домам. И останется лето, виться траурной лентой. Там, где в раз оборвалась моя колея, может, даст после зноя хоть немного покоя. Это лето есть вечная воля моя, и я уйду в это лето. Время к утру жду рассвета, рассвет это ты. Первый твой луч, милый вестник и наш почтальон. Солнце мое, я умру без твоей доброты. Счастье мое, мои песни несет тебе он. Ночь короткая, ты же знаешь, как много ночей он. Время убило под тяжестью ссор и разлук. Ночь — это миг, это шаг, и пока он ничей. Нет, мы не живем, мы пытаемся выжить, мой друг. Ночь — это миг, это шаг, и пока он ничей. О, мы не живем, мы пытаемся выжить, мой друг. Время, не будь палачом, на колени не ставь. Дай пять минут убедиться, что это не сон. Ну а потом, или бегом, или в лед, или в плащ. Только в тебе мои струны звучат в унисон. Ну а потом, или бегом, или в лед, или в плащ. Только в тебе мои струны звучат в унисон. Время к утру жду рассвета, рассвет это ты, ты Первый твой луч, милый вестник и наш почтальон Солнце мое, я умру без твоей доброты Счастье мое, мои песни несет тебе он Солнце мое, я умру без твоей доброты Счастье мое, мои песни несет тебе он Счастье мое, мои песни несет тебе он Вот приятно видеть столько светлых лиц в зале Ключевое слово светлых лиц, а не столько Знаете, я хотел еще одну штуку рассказать интересную Вот если кто занимается вокалом, был развенчий тут миф такой То, что вокалистам нельзя перед выступлением грызть семечки Дескать, плохо действует на связке Я был тут, сейчас там в конце очень смешно будет, потерпите Я был на семинаре, но бесплатном конечно В семинаре у самой известной, пожалуй, преподавательницы эстрадного джазового вокала в Москве И самой известной преподавательницы рок-вокала в России Екатерина Юрьевна Белоброва У нее сайт есть рок-вокалист, почитайте, очень интересные факты открываются Ее спросили по поводу семечек, она говорит, вы понимаете Существует два тракта, которые идут от горла внутрь человека Это дыхательный тракт и пищеварительный Так вот, семечки, когда вы грызете в дыхательный А связки голосовые расположены в дыхательном тракте Если вы не подавитесь пищей, не дай бог Никакая пища, дыхательный тракт на связки не попадет Так что семечками это все И сразу я задаю вопрос, а 50 грамм перед выступлением это как? Она говорит, ну, 50 грамм это же всегда хорошо 50 грамм коньячку, это же здорово Ну, во-первых, психологический барьер снимается Петь можно вольготнее, как бы, да, по психике Во-вторых, говорит, это же здорово, это прогревает все, прогревает Не тренирует, правда, потому что, чтобы тренировать связки нужно А вот эти вот всякие распевки делать, там вот эти вот рычащие и так далее Точнее, как спортсмен, растягивает мышцы, вот так перед соревнованием Они разогревают, он их растягивает, растягивает, тренирует Вот, они так разогреваются, а не то, что он берет там какой-нибудь фен и начинает себя греть Вот, а говорит, представьте, теперь следующую вещь Вот спортсмены, да? Вот олимпиада, они собрались бежать 10-километровый кросс Вот 30 спортсменов на старте И вдруг они, ну, международная солидарность, говорит Слушайте, а давай для сугрего по 50 коньячку сейчас вот И появляется такой официант на одной из 30 этих 50-граммовых рюмок И говорит, ну, давайте, на здоровье Хлоп, все выпивают 50 грамм, на старт, внимание, марш и побежали, да? И такая тишина в зале образовалась, говорят, вот видите, как это несовместимо Потому что вокалист, он тоже спортсмен Ну что, ну что, что это вообще? Ну, это я все время на концертах рассказываю, такая байка Есть очень ответственные артисты хорошие, которые выпивают только после концерта Есть артисты не очень хорошие, которые выпивают перед концертом Есть очень плохие артисты, которые выпивают во время концерта А есть самые лучшие артисты, которые выпивают в место концерта Исключительная песня называется «Мой постерлибр» Спасибо вам еще раз большое, что пришли Спасибо «Гнездоухаря» Игорь, отдельно просто Вася, спасибо, что поверил, видишь, получилось Игорь, гениальный звукач Ребятам спасибо Станислав Сергеев, Кристина Пробст, я все время Стас Пробст Спасибо, спасибо, спасибо Спасибо, спасибо Спасибо, Гри本 Выпачкин Игорь, Foot友 Мой постерлибр – это не стих Это так Верный найдет в пыли моей памяти , ржавый пятак Чтобы�fäh, cooperative escritor ende Мой пост перлибр, это не стих, это так. Когда отстреляется гром, а бой ему выбросили в дождь. Где счастливцы остались вдвоем, куда несчастных уже не вернешь. Где все полутона истребил, где на троне двухцветный флаг. Мой пост перлибр, это не стих, это так. Где все полутона истребил, где над смертью трехцветный флаг. Мой пост перлибр, это не стих, это так. Король он покойник, убит на войне, за чужой незнакомый дом. Принц враг народа поставлен к стене, да только шут остается шутом. Безумный каменный мир, театр о двух цветах. Мой пост перлибр, это не стих, это так. Уродливый каменный мир, театр о двух цветах. Мой пост перлибр, это не стих, это так. Друзья разбежались по теплым местам, остался только один. Я не терпел поражений, и сам любовь в себе победил. Руины иллюзий, обломки гумиров, а уцелел пустяк. Мой пост перлибр, это не стих, это так. Мой пост перлибр, это не стих, это так. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем здоровья, любви, мирного неба, здоровья, интересной жизни, улыбок и веселых приключений. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ